МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. Новости из жизни автогиганта. В нашем выпуске в студии Людмила Трейсман. И Павел Михно. Главное сегодня. Знакомство с будущим. С будущим КамАЗовским двигателем. Новая разработка ждет испытаний. Как будто вчера Яков Батищев о первом двигателе и своей работе на КамАЗе. Производственные вопросы вне производства. Совет мастеров прошел в новом формате. В предновогоднем интервью генеральный директор КамАЗа Сергей Кагогин рассказывал, что одна из ближайших амбициозных целей компании это разработка нового двигателя. Первый опытный образец агрегата, совместный проект КамАЗа и швейцарской компании Липхера уже не только создан, но и проходит испытания. Наша съемочная группа побывала на первых смотринах. Результат вместе с генеральным директором оценивали главный конструктор КамАЗа Данис Валеев и главный конструктор по двигателям Андрей Куликов. Создание собственного двигателя для КамАЗа вопрос престижа, поэтому даже техзадание было составлено достаточно жестко. Оно касалось не только параметров, но и массы, и габаритов. На первых стендовых испытаниях получены характеристики, которые не только соответствуют их заданию, но и превосходят заданные параметры. Это первый опытный образец нашей совместной разработки с Липхером. И для меня это особо значимо, потому что с моей точки зрения, что можно многое сделать с нашим автомобилем, но вот собственный двигатель современный нового поколения это мечта каждого конструктора и каждого, кто умеет думать на КамАЗе. Ну и для наших потребителей, если брать весь автомобиль, то два фактора для водителя важны. Как работает двигатель и комфорт в кабине. Новая разработка вполне сравнима с европейской элитой. В мае 2014 года специалисты определились с характеристиками двигателя по топливоэкономичности, уровню выброса вредных веществ. Мощный диапазон, заложенный в интервале от 380 до 550 л.с., дает технике КамАЗа конкурентное преимущество. Может в этом случае закрыть потребности КамАЗа в двигателях для тяжелого нашего транспортного семейства, для магистральных автомобилей и для полноприводных автомобилей, которые работают в очень сложных дорожных условиях. Потому что также изначально, зная особенности эксплуатации наших автомобилей, мы заложили высокую надежность, как при перегрузках, при тяжелых условиях работы. Резработка нового мотора велась с учетом планов КамАЗа по переходу на выпуск перспективных автомобилей нового модельного ряда. Комплектоваться ими будут автомобили с новой кабиной, где есть возможность разместить рядный двигатель такой конструкции. Сейчас двигатель будущего соответствует уровню Евро-5. В нашей стране, как известно, это требование планируется ввести с 2016 года. Однако уже сейчас партнеры изучают возможность доведения его без каких-либо серьезных переделок до уровня Евро-6. Сейчас, учитывая, что это будет все-таки полноценное производство на КамАЗе, поэтому сейчас и подтягиваю наших партнеров, которые должны тоже провести параллельно вместе с КамАЗом подготовку производства по цельной пашевой группе, по основным деталям, которые определяют технические показатели. В новой современной разработке КамАЗа и Липхер теперь предстоит пройти полный цикл испытаний. Практически все они, за исключением термотеста, который берет на себя партнер, будут проходить на КамАЗе. Для этого выделены испытательные стенды НТЦ. По мере надобности будут также подключены мощности завода двигателей по испытаниям. Егор Орлов, Людмила Трейсман, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. Продолжение темы. Начать серийное производство новых двигателей планируется в конце 2016 года. Опытный образец для испытаний на конструкторском языке относится к серии «Б», но уже в течение этого года планируется изготовление предсерийных агрегатов с индексом «С». Что касается конструктивных особенностей новинки, о них подробно рассказал главный конструктор по двигателям Андрей Куликов. По его словам, акцент при проектировании был сделан на оптимизации конструкции и на себестоимости при его дальнейшем производстве. То есть, допустим, такие небольшие нюансы, как корпус водяного насоса выполнен сразу в блоке цилиндров. То есть это одна деталь, неразъемная, одна отливка. Традиционно это делается отдельно блок цилиндров, отдельно корпус водяного насоса, потом это все собирается, это лишняя сборка. Так мы имеем одну отливку, в которую потом просто вставляется сам насос. То же самое с масляным теплообменником. Также это часть блока цилиндров, которая только закрывается крышкой, больше ничего. Значит, головка цилиндров раздельная. Также это было сделано, решение было принято такое, для того, чтобы в последующем иметь возможность, во-первых, более удобного сервиса, во-вторых, мы имеем также возможность без каких-то глобальных изменений применять те же самые компоненты при, допустим, проектировании двигателей с меньшим количеством цилиндров, допустим, R4. Также достаточно новое решение было найдено по отбору мощности от двигателя, потому что, к сожалению, на существующих двигателях КАМАЗ мы имеем достаточно серьезные ограничения именно по мощности привода. Мы имеем возможность отбора только 60 лошадиных сил. Значит, здесь заложена возможность отбора мощности до 365 лошадиных сил. Значит, вот в этом корпусе внутри там выполнена шестерня, сейчас на этом образце привода нет, но последующая возможность такая предусмотрена. Ну, если вкратце, то результаты испытаний этих первых образцов уже получены, и уже сейчас этот мотор имеет мощность 550 лошадиных сил и очень хорошие предпосылки к тому, чтобы в очень скором времени получить норматив Европейский. На площадке КАМАЗовского партнера по производству газобаллонной техники компания «Раритек» состоялось совещание с представителями заводов по производству спецтехники. Обсуждали расширение производства грузовиков на метане и перспективы участия в государственной программе субсидирования потребителей газомоторной техники. Озвучили планы российского правительства в этой области. Так, согласно распоряжению за номером 767, число газовых автобусов и коммунальной техники в городах-миллионниках к 2020 году должно составить не менее 50%, а минимальная федеральная субсидия на покупку газомоторов находится на уровне 30%, но может быть и больше. На самосвал это 1,2 млн, на мусоровоз это 2,1 млн. То есть если настройка там условно Арзамасского коммаша стоит спецавтомобиль 4,5 млн, соответственно федеральная субсидия будет 2,1 млн в любом случае или например с импортной настройкой. Вдобавок есть и региональная субсидия. Ее размер начинается от 5%, что делает газовые машины еще более привлекательными по цене. На совместном заседании профсоюзного комитета и администрации КАМАЗа традиционно обсуждали выполнение статей коллективного договора, а также подвели итоги за первое полугодие 2014 года. Несмотря на то, что план по реализации товарной продукции выполнен лишь на 90%, обязательства коллективного договора в части выплаты заработной платы с соответствующими надбавками, доплатами и премиальными выполнены в полном объеме. Таким образом, средняя заработная плата работников по группе организации КАМАЗ за первое полугодие 2014 года составила 28 339 рублей, что на 9,3% выше уровня первого полугодия прошлого года. Затронули и другие разделы коллективного договора, например, охрана труда на производстве. Выделили заводы РИС, Литейный и Кузнечный, где наблюдается наименьший процент несчастных случаев и ЧП на производстве. Также поступило предложение рассмотреть возможность перевода людей, проработавших большое количество времени на тяжелом производстве, в другие подразделения КАМАЗа. Анализ показывает, что вот эти люди, которые имеют понятие в производстве заболевания, они в основном сквозные профессии, то есть могут работать на любых заводах. У нас все-таки условия труда в других заводах намного лучше, чем на Литейном, особенно Попыли, поэтому если мы этим займемся, то вреда не будет, будет только польза. Первостроители, ударники и ветераны. Гордость автогиганта города и всей страны. Сегодня мы расскажем о человеке, который строил заводы КАМАЗа, а потом многие годы трудился на производстве двигателей. Яков Батищев, один из тех, кто передал на сборочный конвейер первое металлическое сердце грузовика и гордо наблюдал за тем, как оно привело в движение весь КАМАЗ. У Якова Петровича есть миллион, да даже больше. Речь идет о грузовиках с громким именем, появившемся еще в эпоху великого автомобильного переворота СССР. Именно столько КАМАЗов оживил Батищев, работая на заводе двигателей. А на холм мы забрались, потому что в набережные Челны он приехал в 1972 году, и тогда с этого холма открывался вид на грандиозную стройку. Яков Батищев вместе со своими соратниками по идее возводил КАМАЗ. С Оренбурга мне было 30 лет, шел 31 год. Вот был один сын, второй тут родился уже. Все строили, все строили, все заводы. Ну, первый это был у нас ПРЗ. А уже с 1975 года Яков Петрович работал на заводе двигателей. Помнит первый мотор и ту самую бригаду, с которой его собирал. Первая, как сказать, рабочая бригада, которая начала уже работать непосредственно после пуска этого завода. Вот это все ребята, вот девчонки, которые там на фотографии были. Вот я стою с бородой. Это Зимфира, она с Башкирии. В памяти Якова Петровича трудовые подвиги молодых людей и мудрых руководителей. Дружба и трудовой союз множества национальностей. Время неиссякаемой энергии и патриотизма. Правда, были и тяжелые времена. Пожар на заводе двигателей в 93-м году стал серьезным испытанием для всего города, всей страны. Шок натуральный. Я просто плакал. Мы же строили его, да? Ты знаешь, как было обидно. Это все, ну, как будто оборвалась жизнь. Но спустя три с половиной года завод восстановили. И Яков Петрович вновь наладчик на движках. Проработал до 2011 года. Ушел на пенсию в 69 лет. Так что успел повидать и новые грузовики, современные автомобили, которые, как 40 лет назад, первые КамАЗы ждут на дорогах страны. Егор Орлов, Ильнар Мустафин. Вести КамАЗа. Вернуть почти такой, какой взяли. Речь идет о воде, которую жители нашего города используют в своих нуждах. В набережных Челнах, благодаря усилиям предприятия Челный водоканал, открылась уникальная станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Прошедшая такую очистку вода будет возвращаться в КамА, практически не потеряв своих качеств, а по некоторым показателям став даже лучше. На реализацию этого проекта было потрачено 120 миллионов рублей из собственных средств Челный водоканала. Проект большой значение имеет для всей республики. Это первый такой проект республиканский. Мы очень хорошее дело сделали для наших соседей. То есть теперь ниже по течению все города лишены такого объема хлора, который можно обозначить, что примерно 400 тонн в год хлора без этой станции сбрасывалось за счет очистки стока. Теперь этого не происходит. Для того, чтобы реализовать, нам нужно было на реальных очистках сооружений вначале улучшить систему очистки, углубить, потому что если были бы частицы в этом потоке, то уже нельзя было бы ультрафилетом обеззаразовать. Поэтому мы вначале решали технологические наши задачи по улучшению качества очистки с почвы в принципе, а теперь уже решили и по обеззаразованию добиться результата. Мастера для КАМАЗа как двигатель для машины имеют принципиальное значение, а значит, внимание к ним должно быть особенным. Ведь мастера вовлечены во все производственные процессы и к их мнению прислушивается высшее руководство. В очередной раз обсудить актуальные вопросы и поделиться опытом собрались мастера на форуме, который прошел на базе отдыха завода двигателей. Равнодушным здесь не место. Да, это и неудивительно. Программа форума состояла из актуальных для мастеров тем. Обсуждая повестки, повестку текущую, вопросы, мы поняли, что нам пора организовывать такие формы работы с мастерами, чтобы они могли поделиться опытом, наработками. Инициаторы и разработчики программы с интересом наблюдали за работой участников форума. На производстве от мастеров ждут коллегиально принятых здесь конкретных решений. Такая идея заложена в производственной системе, которую и реализует КАМАЗ. Подобного рода мероприятия просто необходимы в нашем случае, так как мы можем получить информацию непосредственно от мастеров о тех проблемах и сложностях, которые у них существуют в их работе. Наибольший интерес у участников вызвала работа в группах, где они решали актуальные для завода проблемы. Это и производство, и управление персоналом. Каждый, невзирая на опыт, выдвигал свои предложения. Айрат Бакиев на заводе двигателей с 2013 года, но уже сумел доказать, что достоин быть в Совете мастеров. Мне интересно именно направление мозгового штурма, также тренинги, проведение тренингов, особенно на тему мотивации нематериальной. С нашей стороны мы хотим выдвинуть свои предложения по наболевшим проблемам, таким как энергосбережение, увеличение производительности труда, как мы это видим. То есть мы хотим это подать наверх, свои мысли, свои идеи. Все, что обсудили на форуме, руководство завода тщательно проанализирует, после чего по каждой идее или проекту будет вынесено решение. Эти же вопросы планируется поднять и на совете мастеров КАМАЗа. Екатерина Романова, Валерий Заседов, Андрей Буслаков. Вести КАМАЗа. Эта неделя заканчивается. Обо всем, чем запомнится следующий, расскажем 12 сентября в 19.15. О КАМАЗе подробно и честно. С вами были Павел Михнов. Людмила Тресмин. Хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова